Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Душка, и сегодня у меня в гостях Владислав Селезнев, военный журналист и экс-спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Здравствуйте, Владислав! Слава Украине! Героям слава! Владислав, и сразу по традиции мы будем отвечать на вопросы наших телезрителей, точнее зрителей Ютуба на данном этапе. Это вопросы, на которые нужно отвечать коротко, да нет, и почему так считаете. Готовы? Бликс, да. Поехали! Инициатива сейчас на поле боя у Вооруженных сил Украины или у России? Инициатива сейчас на поле боя у тех, кто вовремя подвез боеприпасы к артиллерийским системам. Неважно, либо у россиян 152-го калибра, либо у нас 155-го калибра. Украина сможет наступать на нескольких направлениях одновременно? Хватит ли для этого сил и техники? Ответ на этот вопрос напрямую зависит от аритмичности и объема поставок от наших западных партнеров. Мы должны абсолютно четко понимать, что когда генерал Залужин заявляет о том, что темп российского артиллерийского огня порой составляет 60 тысяч снарядов в сутки, то, соответственно, и такое же примерно количество снарядов должна отрабатывать украинская артиллерия. Но, соответственно, мы таких ресурсов не имеем. Пакет предпоследней военно-технической помощи от наших западных партнеров, от американцев в частности, составлял 75 тысяч снарядов. Сколько должно погибнуть солдат Российской Федерации, чтобы потери были ощутимыми для их армии в условиях этой войны, и они больше не могли быть боеспособными? К сожалению, количество смертей измеряется не в количествах штук, а в цифрах, которые озвучиваются по российскому телевидению. Пока российская пропаганда с марта месяца держит паузу, и, соответственно, абсолютное большинство россиян о чем-то догадывается, но они не знают, какие цифры в абсолюте за эти шесть месяцев войны потеряла российская армия. Россия может сейчас открыть второй фронт в Казахстане или Грузии, например? С ресурсами у россиян на самом деле очень все сложно, иначе бы не случалась такая себе коллизия, когда россияне вынуждены перемещать своих десантников со всех участков Российско-Украинского фронта под Новую Каховку и Херсон, для того, чтобы хотя бы незначительно усилить боевой потенциал тех подразделений, действующих на этом участке фронта. И вот сразу вопрос по Херсону, как будто читаете, что у меня написано. Бегство военного командования из Херсона – это знак какой-то, или это просто трусость этого командования? Вовремя предать – это не предать, а предвидеть. Российские подразделения, которые выполняют боевые задачи на правом берегу Днепра, в нижнем утечении, фактически находятся в позиции, когда ими командуют их генералы, находящиеся налево, в более безопасном берегу Днепра. В Крыму закончился пляжный сезон? Вот такой вопрос. На самом деле, наиболее приятный период отдыха в Крыму, мне уж как кревчанин это хорошо известно, это так называемый бархатный сезон. Это крайние числа августа и практически весь сентябрь. В этом году, полагаю, что и конец августа, и тем более сентябрь будет горячим сезоном, таким спекотным сезоном, связанным с той самой Бавовной, которая время от времени вспыхивает в разных уголках Крыма, но на военных объектах. А ответ на ваш вопрос я озвучу словами местных жителей крымчан, которые занимаются предоставлением рекреационных услуг. Они говорят следующее. Этот год прошивый был сезон, а сейчас-то вообще никакой. Много прилетов по Крыму сейчас. И поражено очень много важных целей. В первую очередь, это одна из самых крупнейших целей. Это вот этот аэропорт, на котором вроде как было выведено из строя более 50% боевых самолетов Черноморского флота Российской Федерации. Выведено из строя. Объясните мне, это уничтожено, на них больше нельзя летать, или это все-таки самолеты, которые через какое-то время можно привести в порядок, и они могут снова встать в бой, или они уже ремонта непригодны. Кроме цифры 9 уничтоженных, превращенных в прах самолетов, об этом говорил украинский генеральный штаб, еще 10 самолетов на дислоцированном охране на территории военного аэродрома Саки, это поселок Новофедоровка, получили значительные повреждения. То есть эти самолеты восстановить можно, но и сроки, и ресурсы, которые необходимо затратить на восстановление этих самолетов, достаточны. Но самый главный и невосполнимый ресурс, это уничтоженный персонал. Речь идет не только за летчиков, которые непосредственно выполняли боевые задачи за штурвалом этих самолетов, но и технический персонал, который обеспечил взлет, посадку, сопровождение, техническое обслуживание. Добрые люди разные говорят, разные оценки, достаточно критически они воспринимают те цифры, которые звучали из уст некоторых спикеров на свободной территории Украины, из серии «Порядка ста человек погибло». Но то, что порядка сорока человек в настоящее время очистятся пропавшими безвестями, а и минимум двадцать в статусе двухсотых, это та информация, которую я слышал от своих товарищей, друзей, которые непосредственно прошивают Новофедоров. Можно сказать, что ПВО России, если не слепо, то видит только одним глазком? — Я бы не стал заниматься шапкой закидать сама. Сегодняшняя утренняя боевая работа ПВО, расположенная в районе Евпатории, населенный пункт Заозерно, достаточно четко отработала по нашим ППЛА, выполняющим соответствующие задачи. Насколько известно и слышно из заявлений местных пропагандистов, все воздушные цели были отработаны, фактически уничтожены. Не готов сейчас говорить, я думаю, что это все-таки информация, имеющая определенные ограничения, с какой целью массировано украинские силы обороны запускали ППЛА, думаю, со временем мы об этом узнаем, но то, что система С-300 до сих пор является достаточно надежной и эффективной, тому ярким подтверждением является сегодняшняя работа именно украинских систем С-300, систем ПВО, которые четырьмя ракетами из этого комплекса уничтожили все четыре ракеты класса «Калибр», запущенных из акватории Черного моря российскими оккупатами. А по кораблям российского Черноморского флота есть смысл стрелять, или там уже нет ничего такого, чтобы было как «ух, Москва затонула»? Смысл по российским кораблям стрелять есть, это совершенно очевидно, но и российские моряки не насколько глупы и беспричны. Именно поэтому фактически все корабли из ордера Черноморского флота Российской Федерации ныне прячутся за главной грядой Крымских гор. Часть кораблей находится в районе мыса Сарыч, часть кораблей находится за мысом Фиолент в Севастопии. Я читал, что будут новые поставленные беспилотники «Скан Игл» для украинской артиллерии. Можете рассказать, что это такое, принцип их работы, для чего они? Не готов говорить про тактико-технические характеристики, но могу обозначить абсолютно очевидную тезу по поводу того, почему так важно БПЛА для украинской артиллерии. Потому что де-факто БПЛА – это ситуационное понимание обстановки на поле боя, размещение огневых позиций противника, размещение и перемещение российских оккупантов, места средоточения личных составов, бронетехники, артиллерии, складов для этой артиллерии. Это является крайне важной составляющей эффективной боевой работы украинской артиллерии. Думаю, что и эти системы, о которых вы ведете речь, уж коли они работают с парки, с украинской артиллерии, именно такие и задачи стоят перед этими средствами разведки БПЛА. Потому что если мы берем другую составляющую эффективной боевой работы БПЛА, например, дронных коммуникаций, у них немножко другая миссия. Они способны вычислять, выявлять и наносить абсолютно точечные, буквально с ювелирной точечностью удары по скоплению вражеской техники и вооружения. Кстати, один из ярких примеров использования именно дронов «Камикадзе» – это недавняя их боевая работа по объектам на территории Запорожской АЭС, места средоточения вражеской техники. Наши ребята отработали настолько ювелирно точно, что сожгли палатку, где размещался личный состав российских оккупантов, но никоим образом не зацепили при этом инфраструктурные объекты Запорожской АЭС. И россияне пытались там поднимать хайп по поводу того, что украинская сторона их обстреливает, но по факту пострадали именно военные компоненты, которые находились на территории Запорожской АЭС, а не какие-то инфраструктурные объекты или объекты, обеспечивающие безопасность атомной станции. Вот расскажите мне, то, что россияне постоянно предпринимают попытки наступать, но это у них не получается. О чем это говорит? В первую очередь, если говорить с точки зрения российской армии, с нашей точки зрения понятно, даем по щам. А с точки зрения российской армии что происходит? Российская армия практически находится на растяжке. Дело в том, что общественный договор, действующий в Российской Федерации, следующий. Российский обыватель живет плохо, богатейший по ресурсам в стране мира, сидит на диване, пьет пиво и ждет с телевизора новостей о том, как российская армия всем дает люлей, продвигается вперед и захватывает все новые территории. Ведь в течение последних 20 лет российские обыватели рассказывали, что российская армия является второй по мощности в мире. И она, если захочет, легко дойдет до Ла-Манша, попутно захвата Баршаву, Берлин, Париж. А тут происходит определенный такой дисбаланс. Россияне шли вперед и упыривались в пески и с большими потугами продавливают обороны украинских сил обороны, двигаясь вперед. А представляете, какое возмущение возникнет в российском обществе, если российская армия начнет отступать? Как это так? Они придумают какую-нибудь отговорку. Как это было? Какое там отступление? Доброй воли. Жест доброй воли. Ах, доброй воли. Жест доброй воли, да. И поэтому ракетный крейсер Москва утонул. А там отрицательное. Невероятно. А смотрите, именно для российских солдат, что это означает? Вот они идут, умирают, снова идут, снова умирают. Получают там, ну, 2 метра земли, ну, 20 метров земли. И смотрят, как на этих 20 метрах земли лежит там 202 сотых. Что это означает для российской армии, для российского солдата, который там сейчас готовлен умирать за Херсон непонятный, за Луган, за Донецк, да за Крым даже? Российский солдат готов рисковать жизнью, наступая. Потому что он знает, что если ему удастся ворваться, ну, условно, Николаев, он там поживится за счет мародерства. Он отведет душу, даже, возможно, кого-то изнасилует, или убьет, или покалечит. Он там будет хозяином жизни. Пусть на миг, но тем не менее. Пополнит свой арсенал с ворованным в многоэтажном доме унитазом. Или даже микроволновкой, если повезет особенно. Ну да, микроволновка это весь, я согласен, да. Да, но российский солдат вряд ли готов умирать за Херсон, из которого сбежало все российское руководство, командующие группировкой войск на этом участке российско-украинского фронта. Российский солдат не готов умирать, когда войско фактически сыплется, и все маломальски уменяемые старослужащие ищут любую возможность, дабы спетлять. Занимаются членоварительством, ищут любые социального формата возможности, дабы уехать по семейным обстоятельствам. Мы видим, сколько процентов. Семейные обстоятельства, больные, хромые, родные, дети, кошки, собаки, все что угодно в этом случае работает. Опять же, российская пропагандистская машина и военная машина загнала себя в определенный такой угол, потому как специальная военная операция не подразумевает абсолютной жесткости при выполнении военного контракта. То есть фактически в рамках национального законодательства Российской Федерации любой военнослужащий, даже проходящий службу по контракту, имеет право отказаться от участия в так называемой СВО за пределами Российской Федерации. Ему за это ничего не будет, потому что это не война, война в стране не объявлена, военного положения нет, соответственно ограничений, прав и свобод российского гражданина, даже если он носит погоны, нет. Иная ситуация с теми самыми добровольцами, которые подписывают краткосрочные контракты, соблазнившись многосоттысячными зарплатами. В месяц 200, некоторые предлагают 300, даже 350 тысяч рублей. Для жителей российской глубинки нереально большие деньги. А сколько это в долларах, вы не знаете? Не готов сказать, потому что там же, опять же, Российская Федерация, как страна фейк, она изображает... Ну понятно, там доллар свой, у них свой курс. Профессиональный, когда за один доллар дают 56 рублей, но его не купишь днем с огнем. И другое дело, курс коммерческий, который под 80 рублей. То есть всего это жизнеотносительно. Но в любом случае, даже по меркам Российской Федерации, 200 тысяч ежемесячно это неплохое прибавление к семейному бюджету. Ирония Субиб состоит в том, что Российская Федерация, не желая выплачивать такие огромные, собственно говоря, по масштабу Российской Федерации зарплаты, пускает этих добровольцев в первых боевых рядах штурмовых групп. И шанс на уживание у этих новоявленных вояк крайне невеликий. Так вот она какая русская рулетка. А я думал, как называется эта игра. Вот она. Только играю чужими жизнями. А вот смотрите, я читал информацию где-то в оппозиционных российских СМИ, а такие еще есть, к счастью, в интернете, что вот 64-я бригада Российской Федерации в последние месяцы пытаются уволиться порядка 700 контрактников. Вот объясните мне, для бригады 700 контрактников это много или мало, которые сейчас вот возьмут и уйдут? Давайте мы с вами посчитаем. Средняя численность бригады 2,5-3 тысячи. И фактически речь идет о том, что четверть бригады пытаются уволиться. Причем в любой бригаде есть же должности, так называемые хлебно-масляные, откуда уходить не хочется. За вскладом, заведующий всякого рода лабораториями, помещениями и отвечающим только за себя, за сейф и за свою голову. Такие должности есть. С них не так охотно увольняется. Вы же помните старую добрую историю про пожарника. Хорошая работа, спокойная, нервная, но как пожар хоть увольняйся. Так и в этой ситуации желающих идти на войну, рисковать жизнью и здоровьем не так много. Потому как Солдатское сарафанное радио работает. Информация о том, что на самом деле происходит на фронтах так называемой специальной военной операции, более чем достаточно. И тот самый дисбаланс между тем, что обыватель, не имеющий отношения к армии, видит и слышит из российского телевизора, и тем, что на самом деле происходит, он очевиден и он значительно разнится. Поэтому и саботаж, и попытки уволиться имеют место быть. И тут вступает в работу не только главное военно-политическое управление российской армии, которое возглавляет целый генерал-лейтенант, но и военное духовенство, и соответствующие фискальные структуры по типу военной контрразведки, представителей Федеральной службы безопасности Российской Федерации. То есть давят на российского солдата со всех сторон, в том числе принимают определенного такого рода репрессивные действия. Работает ли этот фактор? Да, работает. Российская проповедительская машина не напрасно пожирает ежегодно как минимум 2 миллиарда долларов. Желающих с задоренными мозгами в Российской Федерации еще немало. Но не столько, чтобы заполнить все вакансии. Мы же с вами говорили в эфире о том, что в настоящее время все 85 регионов Российской Федерации формируют так называемый добровольческий территориальный батареон. Так вот, в настоящее время только 50 регионов могут отчитаться о том, что набрали в эти подразделения более чем по 50% личного состава. А все остальные сидят на спине ровно, и не так успешно эта история у них реализуется. Как говорится в украинской пословице, нема дурных. Абсолютно четко, потому как, опять же, то самое Сарафан на радио, которое говорит о том, бесплатный сыр в мышеловке. А скажите, а можно стать то время, когда отказников, нежелающих воевать российских солдат, будет настолько много, что с этим уже ничего не поделаешь? Я думаю, что все движения будут напрямую зависеть от ситуации на фронтах. То есть пока российская армия с большими потугами и огромными потерями движется вперед, вот этот ура-патриотизм, мы гнем, мы ломим, враг отступает, он будет давать те самые плоды. И российская военная машина будет вербовать все новых и новых желающих повоевать, помародерить. Но только российская армия начнет вступать и фронт начнет всыпаться, тот самый приплыв российских новоявленных военных значительно, в разы критично упадет. А самая большая проблема на сегодняшний день для российской армии это не отсутствие боеприпасов, чего-чего снарядов не хватает, а отсутствие личного состава, подготовленного, мотивированного, который может управлять той самой техникой и заряжать те самые боеприпасы в артиллерийской системе. Тут у россиян большие проблемы, и они в настоящее время не решают. Я так понимаю, что в Кремле это тоже понимают, то, о чем мы сейчас с вами говорим. И Путин очень хочет мирных переговоров, пока он на коне, пока он там что-то захватил. Но я так тоже понимаю, что это будет всего лишь короткий мир для подтягивания, пополнения сил. А сколько нужно вот подобной армии времени, чтобы она возобновила эту войну, заморозив ее перед тем? Специалисты говорят, что уровень потери российской армии именно в бронетехнике такой, что ей необходимо будет порядка восьми лет, чтобы, запустив российскую экономику фактически в режиме военного времени, восстановить потенциал, который был у российской армии постоянно в феврале сего года. То есть это огромные инвестиции, это огромные финансовые и людские резервы, которые необходимо будет затратить, чтобы реализовать тот самый план. На что может пойти Кремль? На какие уступки, чтобы заморозить конфликт? Вот с точки зрения военных, что они могут отдать? Вот что для них не критично? Там вот Кемска-Волось забирайте, Херсон забирайте, Запорожье забирайте или нет? Или какие-то все-таки есть критичные моменты здесь? По факту он ничем поступиться не может, потому что сухопутный коридор, соединяющий временно оккупированный Крым с временно оккупирован Донецком, ему крайне важен. Днепровская вода, которая питает сейчас ирригационную систему Крыма, и вода эта качается из шлюза в районе Новокаховки, Кремлю крайне важна и актуальна. Контроль над востоком Харьковской области крайне важен, потому как там уже сформировано и правительство гауляйтеров и пытается реализовать определенные программы по интеграции этого региона в российскую экономику, российскую общественную жизнь. То есть Путин навряд ли готов подвигаться. Так какие тогда переговоры? Я не понимаю. О чем? Здрасте, я Вася. Путем шантажа. Либо же вы соглашаетесь на наши условия, либо мы взорвем по русскому атому. Прекрасно. На этом давайте в моменте перейдем на Блиц-интервью, до вопроса, на которые отвечаем коротко, да нет, и почему так сейчас считаем. И вот первый вопрос от нашего зрителя. Сколько сейчас военных служит в Крыму, которые предали Украину? Значит, по состоянию на начало 2014 года на территории Крыма дислоцировалось порядка 20 тысяч украинских военных. Вышло до 5 тысяч. Соответственно, 15 тысяч по тем или иным причинам в том или ином статусе остались жить, проживать в Крыму. Сколько из них ныне действующих военных? Сложно сказать по одной простой причине. За 8 лет многие из моих бывших сослуживцев, получив соответствующую выслугу лет, уволились на пенсию. Эти люди, эти военные, когда Украина освободит Крым, когда вернет его, они сбегут в Россию или попробуют сменить сторону? Как считаете? 408-я статья Уголовного кодекса Украины подразумевает уголовную ответственность за достаточно серьезные сроки, которые числятся будут более чем 10 годами оттерянного заключения. Каким образом они будут действовать? У каждого из них своя судьба, и они будут самостоятельно принимать решения. Кто готов пройти через Чистилище и покаяние, возможно, будет готов сдаться и отсидеть положенный срок. Кто нет, тот будет бежать за пределы пьема. В армии России вы допускаете, что могут быть недовольные бунты? Более чем возможно, по одной простой причине. Нет целей, нет мотивации у российских солдат ввести эту войну, которая приводит к колоссальным потерям среди российских военных служб. Очень много информации о просроченных сухпайках, и не только о сухпайках. Есть информации об просроченной тушенке. Это может повлиять на боеспособность армии? Паршивое логистическое обеспечение явно не поднимает боевой дух российских оккупантов, и любые баги, связанные с этим, они, соответственно, создают соответствующее настроение в армейской АСИГ. То, что в армии происходит весь бардак, угрожает как-то Путину? Да, Путин крайне болезненно относится к любой популярности среди российского генералитета, проводит соответствующие ротации АНД и Чиски, дабы поддерживать следующую позицию. Самый популярный, самый любимый, самый желанный лидер, вождь, военачальник в российском государстве – это Путин. Есть генералы, которых Путин боится? Нет. Система выхолощивания генерала, который думает, который сопротивляется, который имеет отличное от вождя мнение, их не пускает в высшие эшелоны в военные власти. Чистка в армии будет после войны в Украине? Да, по итогу будет, потому как эффективность выполнения боевых задач российской армии в корне разнится с теми показателями и теми заявлениями, которые в течение минувших 20 лет слушал российский и слышал российский отбыватель. Это Чистка на уровне генералов или спустится ниже? Чистка пройдет на уровне генералов, но она будет не настолько значительна, потому что весь российский генералитет демонстрирует абсолютную лояльность, даже определенность, лакейность. Думаю, на уровне командира среднего звена она будет более жесткой и более жестокой. Просто уберут с должности или лишат чего-то? Это, возможно, будут и ссылки в отдаленные регионы Российской Федерации, это, возможно, будет и уголовное преследование. То есть там, где никто не хочет служить, да? Да. Тьму таракань какая-нибудь. А есть такие, а назовите такие регионы, куда никто вообще не хочет служить, ехать в России? Этих регионов может быть огромное количество. Ну, в первую очередь, это Забайкальский военный округ. Да, забыли вернуть. То есть это Чита и все, что там в округе. И назовите, последний вопрос, назовите три причины, которые в корне могут преломить сейчас войну, вот прям сейчас. Один, два, три. Оружие. Оружие в больших количествах, без всяких рассусоливаний и бюрократических препон, в тех количествах, о которых заявляют украинские силы обороны. Ну, а если у нас будут ракеты, реактивность системы залпового огня класса «Хаймарс», если у нас будет огромное количество арктических снарядов 155-го калибра, если мы получим западную авиацию, например, А-16 или французский «Грифон», или даже шведские «Саабы», я уверен, что это в корне изменит войну. Ну, что я хочу сказать. Мы ждем это оружие и очень ждем, конечно же, летательные аппараты, самолеты, потому что вот была информация не так давно, что украинские военные уже тренируются на американских базах военных, учатся летать, и очень ждем, что эти самолеты все-таки появятся. А когда появится, что война очень быстро закончится, это выгодно и Украине, которая будет сохранять своих людей. Это выгодно и России, которая на самом деле, как Кремль, наплевал на них, но у Кремля не получится. Люди вернутся домой живыми. А там уже россияне пусть разбираются сами, что делать с Кремлем. Владислав, большое вам спасибо за интервью, как всегда, очень интересно, информативно. До свидания. Всего доброго, слава Украине. Героям слава.